Привет, дорогие друзья! Привет вам с места, которое называется «Семь братьев». Это вершина такая в окрестностях Артемовска-Чубежека. Это Курагинский район Красноярского края, юг Красноярского края. Такой, можно сказать, медвежий угол, потому что такой край вселенной. То есть, вот на первом направлении 300 километров вообще никого нет, только вот там вот деревня, от которой сюда идти где-то часов пять, подниматься. И мне показалось, что это очень хорошее место, чтобы ответить на один вопрос, который неоднократно задавали про состояние, про чайное состояние. Вот. В принципе, многие вещи так или иначе смежные, то есть с состоянием, с чайным состоянием уже были раскрыты на многих других видео. Вот. То есть, например, вот это видео про действие чая, наше одно из первых. Потом много где это затрагивало вскользь, вот. Но тут по дороге как раз вот поднимался в гору, и я иду, и тут один шел. Поэтому сразу как бы много интересных мыслей в голову приходят, какие-то вещи вдумываешь. Вот. И я тут, ну, хотел бы сказать такую интересную одну вещь, как мое наблюдение. То, что очень многие ожидают чего-то своего от состояния, от чайного состояния, уже сравнивая его с какими-то, скажем, своими прошлыми опытами или со своим каким-то мировосприятием. Отсюда вот эти вот и всякие там про чай, который штырит, или про чай, который там как-то слишком сильно бодрит, или слишком сильно расслабляет, или какие-то там мистические откровения. То есть каждый видит и находит самое главное в чае то, что ему, в принципе, скажем, резонирует с его внутренним миром, с его какими-то привычными опытами и так далее. Я бы хотел сказать про состояние вообще. Потому что вот личное мое наблюдение, то, что чай, во-первых, вот само по себе и понятие действия чая, и чайное состояние, они серьезно связаны. Потому что, как бы, действие, оно вызывает состояние, правильно? И поэтому такой момент, как именно действие, оно бывает очень разным в зависимости от, то есть, как бы, и обстановки, и чая самого, и его отсутствие или присутствие. То есть, в принципе, естественно, оно влияет на состояние текущего человека в любом случае. Он может этого даже не заметить там, или заметить это чрезмерно и так далее. То есть, причем, это не всегда напрямую связано там с количеством выпитого чая, там, как это бывает. То есть, действительно, если вы пите очень много крепкого чая, как я тебе говорю, опять-таки, в видео про действия, да, то, что, ну, естественно, вы это заметите и почувствуете. Вот. Но момент состояния, момент такого вот, скажем, ощущения, да, вот этого чая, он куда более тоньше, и можно его почувствовать довольно сильно даже при, там, небольшом, скажем, таком чаепитии. Потому что очень сильно зависит многое от, скажем, окружающего мира, окружающего ощущения, да. То есть, например, не знаю, я вот сейчас сегодня чая не пил, да, я поднимался на гору, и весь комплекс вообще своих ощущений, своих переживаний, которые, в принципе, чувствую по жизни, да, там, вот там какой-то эйфории до, там, каких-то неприятных моментов, когда я, там, в болото, там, по колену провалился внизу, там, вот. То есть, как бы, естественно, ты это просто все чувствуешь, и все. И, в принципе, то же самое можно сравнить и с действием чая. То есть, чай просто, он, как бы, выдает вам одно из возможных ваших состояний. И куда больше зависит, может быть, от того, с кем вы чай пьете, в какой обстановке, и какое у вас текущее душевное, скажем, расположение, чем от того, какой чай вы пьете и сколько. Вот. То есть, эти моменты, они ни в коем случае не менее важны, чем, как бы, сам чай. Вот. Или его, опять-таки, отсутствие, да, то есть, для того, чтобы какие-то получать переживания, не обязательно вообще что-либо пить, употреблять, там, и так далее. То есть, в общем-то, все оно само есть в человеке. Вот. Я, например, сейчас пробирался через непроходимые малиновые заросли, вот, где мишки лакомятся здесь малиной, вот, и получил, наверное, от этой малины впечатлений больше, чем от выпитого за последние недели чая, точно. Вот. Потому что ты, как бы, идешь, идешь, поднимаешься, и бах-бах, видишь, это все. Вот. Такой момент. Ну, и еще про состояние именно чайное в том каком-то, скажем, в том свете, в котором это устоялось, это название, да, вот именно в каком-то московской чайной среде или в нашей российской чайной среде. Вот. Неприятные эмоции, вот, и чай вот это состояние действительно дает. И по мне, так вот, именно чистое чайное состояние, это вот такое, это не какое-то там сильное, там, стимулирующее состояние, когда ты там готов бегать, прыгать. Это, по мне, просто вызывается крепким чаем без всяких каких-то состояний, да, то есть. А вот, а это, скорее, что-то такое более ровное. Вот, когда ты просто выравниваешься, то есть твой внутренний мир, твое мироощущение, да, текущее, оно становится на какую-то ровную, среднюю такую вот волну, да. То есть есть, как бы, эйфорийное состояние, есть депрессивное, а есть ровное. И вот, мне кажется, чай это как раз вот это вот самое ровное и есть. Вот. Но, опять-таки, это у каждого свое, и, естественно, все люди разные, естественно, разные ощущения у разных людей. Вот. Но мне кажется, что вот это вот скорее, ближе, скажем, большему количеству людей, большинству людей, да. То есть чай должен приводить в выравнивающее состояние, в такое, которое вам комфортнее всего находиться, в которое вам хочется возвращаться снова, вот. Которым вы просто можете посидеть, подумать, если вы один чай пьете, да, которым вы можете в компании приятно пообщаться с друзьями, там, да, если вы в компании чай пьете и так далее. Вот. Как-то так. Ну, я вам желаю, наверное, побольше приятных моментов в жизни, приятных чаепитий, побольше и почаще бывайте на природе, это очень здорово. Причем такой один из самых сильных экспириенсов, и на это, наверное, просто одному, там, вот куда-нибудь пойти так далеко. Если не очень хорошо ориентируйтесь, берите с собой компас. Он помогает, даже если вы ничего не понимаете в детях каких-то местах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!